Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами на кухне, как можно заметить по обстановочке. Значит, сегодня мы с вами будем что-то готовить. У меня пришла просто гениальная идея сделать тортик в корейском стиле. Это такие тортики, минималистичные, по-своему детские. Такой торт, подобное, делала один раз в жизнь. Вот такой вот он был. На прошлый Хэллоуин я делала торт в виде привидения. У меня тогда не было каких-то особых вопросов, и уже на основе этого опыта я сегодня попробую сделать новый тортик. В форме чего же мы будем делать этот торт, друзья? Конечно же, в форме пчелы, в конце концов. С кем мы имеем дело? Я наткнулась на референс, тоже его вам здесь покажу. Я когда увидела, я была в шоке. Это реально очень классная идея сделать торт в виде пчелы. Да, там есть определенные загвоздки. Например, нам нужно будет сделать крылышки и черные полоски. Следующий вопрос, который можете вы спросить. Ульяна, а что же будет за начинка в торте? Или мы будем делать на муляже этот декор? Какая начинка может быть в торте в виде пчелы? Конечно же, медовик. Я уже сделала заготовку для медовика. Он уже у нас готов, собран, застабилизировался. На самом деле, я хотела, чтобы мы вместе от начала до конца собрали этот торт, выпекали коржи вместе, собирали. Но я подумала, что вот это все, это не особо интересно. Сборка медовика не особо интересный процесс. Там все довольно монотонно происходит и однообразно. Декор это что-то интересненькое. Я сама люблю смотреть такие видео. Может быть, вы возьмете что-то для себя. Найдем какие-то лайфхаки, советы. Давайте, наверное, начинать. Итак, разберем с вами детально, из чего будет состоять наш торт. У нас есть основа для торта. Из обычной цилиндрической формы нам нужно будет ее вырезать в полукруг. Далее, нам нужно будет покрыть этот торт полукруг ганашем. Ганаш это крем на основе шоколада, в моем случае на основе белого шоколада. Я его тоже уже сделала заготовку. Далее, у нас будут крылья и полоски. И крылья и полоски мы сделаем из мастики. Мы берем поворотный столик. Это наш друг будет на протяжении всего процесса. Торт в студию, господа. Вот он. Ну какой, ну какой. Он у меня застабилизировался. Всю ночь простоял в холодильнике. Давайте его раздевать. Опа, пошел процесс, пошел, 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 пошел. Долгой, долгой, родимый. Опа. Какой же он красивый. Сейчас я достала торт из кольца кондитерского, в котором он собирался. Чтобы у меня метовик не развалился, когда я его собирала, собирала я его с таким довольно жидким кремом на основе сливок и сметаны. Чтобы он у меня не развалился в разные стороны, мне нужно было его как-то собрать. Чтобы он за 12 часов принял свою устойчивую форму и остался в таком положении. Для этого я его собирала в кольце. Для того, чтобы у меня было минимально остатков на кольце, то есть половина у меня бы просто осталась внутри кольца, торт я могу так трогать, потому что он в отстатной пленке. Что такое отстатная пленка? Это такая пластиковая пленка, тоненькая, которой обматывают торт, когда его собирают. Точнее обматывают кольцо с внутренней стороны и внутри уже собирают торт. Нам сейчас предстоит крайне безжалостный этап. Это этап нарезки нашего торта и формирования вот этой круглой формы пчелы. Вот так берем безжалостно, абсолютно отрезаем вот так верхушку. Я взяла тарелочку, чтобы сюда складывать все остатки от торта. Мы обрезали нашу пчелку будущее. Я посмотрела издалека, вроде как он получился плюс-минус ровным. Следующий этап это этап выравнивания. Для него нам понадобится ганаш желтого цвета, который я уже заранее сделала, и мастихины и шпатели. И для такого вида выравнивания нам также нужен кусочек ацетатной пленки. Когда мы выравниваем, у нас мастихины и шпатели все прямые. И выровнять круглую форму таким шпателем очень проблематично будет и сложно. Но когда под конец нам нужно будет все скруглять, нам понадобится вот эта ацетатная пленка. Мы берем сначала ганаш и делаем такое. Первое, черновое, я бы сказала, выравнивание. Просто наносим сверху его. Нужно просто сейчас на данном этапе создать форму шарика. Просто, чтобы было все равномерно и не было каких-то ямочек, выемок. Чтобы не было никаких бугорков по возможности попытаться создать идеальную форму шара. Тортик у нас холодный. Ганаш у нас такой комнатной температуры. Ганаш начинает сразу на торте застывать. Можно взять более мелкий мастихин вот такой и детально начать прорабатывать, заглаживая все бугорки. В принципе, на этом этапе мы уже можем взять вот такой вот небольшой кусочек ацетатной пленки и начать стараться аккуратно его выравнивать. Выравнивание такого торта это довольно мудрный процесс. Я вот сейчас сижу, что-то там думаю у себя в голове, думаю, что-то болтаю с кем-то, а потом думаю, почему бы мне не включить камеру и не поболтать с вами. Почему же пчела? Все очевидно. Мой ник везде. Ульяна Улей. И я себя везде идентифицирую как пчела. Вот такое вот заявление. Немного расскажу историю про свой ник, про свой псевдоним в интернетах. Когда-то очень давно, когда я еще училась, мне кажется, в классе в 8, мы с моей подругой сидели и придумывали себе ники. Изначально мой ник был Уля Бум. Ну, как бы немного такой странноватый выбор, но вот он был у меня до 8 класса. У меня даже из давних-давних архивов есть видео, где я снимаю свои блоги, свои блоги на свой очень давний планшетик со словами «Хей, хлоп, бум, с вами Уля Бум». Вот такое вот у меня было приветствие. Мы поняли с моей близкой подругой, что что-то как-то странные ники, и начали друг другу придумывать ники. Ну и, собственно говоря, мы думали-думали, и вот так придумали. Мы отталкивались от моего имени. Меня зовут Ульяна. Значит, мне что-то нужно ул. Мы как-то думали-думали. Улитка. Ул. Почему-то мне только улитка приходит. Ну, улитка такой довольно странный ник. Подруга мне говорит «Улий, как тебе Улий?» И мне прям сразу так понравился этот ник. И я думаю, блин, это гениально. Это что-то нетривиальное, что-то такое оригинальное. И вот так вот я стала Улием. После этого я поменяла везде ник на Улий. Я была просто Улий. А когда начала свою тортиковую кондитерскую деятельность, стала Ульяной Улий. Мне безумно нравится ему ник. Он меня вот просто отражает. Я безумно люблю желтый цвет. У меня все желтого цвета. Не то чтобы все. Знаете, я не настолько фанатична, чтобы все делать желтого. Но какие-то мелкие вещицы. Вот у меня есть планер желтый, у меня чехол желтый. Если есть возможность добавить в свою жизнь яркого желтого цвета, я обязательно это сделаю. Потому что для меня это действительно цвет солнца. Цвет чего-то позитивного, классного. То, что отражает меня как человек. Потому что я, в принципе, по жизни довольно оптимистичный человек. Мы почти закончили выравнивание. Совершенно другое дело. Конечно, выравнивание таких тортов, это дело не пяти минут. И нужно не то чтобы приноровиться. Очень детально все прорабатывать. Я, мне кажется, уже минут 20 сижу здесь, выравниваю половину тортика части. Тортик я убрала в холодильник на стабилизацию, чтобы он у нас остыл. Тем временем я достала мастику. Не удивляйся, что она у меня черная. Прям черная-черная. Я вчера удивилась, когда зашла в кондитерский магазин и увидела сразу черную мастику. То есть ее даже не нужно красть. Она уже продается черной. Это, конечно, сэкономит кучу времени и красителя. Потому что она прям насыщенного такого черного цвета. Нам нужно раскатать ее в большой пласт и вырезать ровные полосочки. Ух, идеально. Идеально, ребята. Идеально вписалась. Посмотрите. Просто от начала до конца. Как что за глазомер? Глаз-алмаз. Опа. Следующий. Ребята, я в шоке. Я вам честно скажу, я не ожидала, что получится так классно. Я уже 5 минут сижу и смотрю на нее. Это пчелка. Пчелка улей. Она очень классная. Она выглядит потрясающе. Правда, получился очень классный торт. Это идеальный вариант на детское день рождения. Да я бы себе такое на день рождения была не против получить. Мне интересно, сколько он весит. Моя догадка, что он весит килограмм. Он весит 440 грамм. Да, он небольшой. Почти килограмм весит. Вот такая красота у нас получилась. Обязательно напишите в комментариях, как вам торт. Как вам такой формат видео, совместной готовки, совместного декора торта. Мне очень интересна ваша обратная связь. Спасибо большое за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Подписывайтесь на мои другие социальные сети. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok